А нужно развивать велую инфраструктуру и культуру идеальной мобильности, если у нас в городах почти в каждой семье есть автомобили, есть различные установки, что это прошлый век, что у нас климат не тот, что у нас ментальность не та, что это не по воздуху и так далее. То есть много различных установок, которые препятствуют развитию велой мобильности и велосипедной культуры, в частности, в российских городах. Зачем развивать велую инфраструктуру? Ну, во-первых, это вопрос не такой маргинальной среды, когда людям, в определенной части молодежи, хочется ездить на велосипедах, это стало полноценным элементом, приоритетным элементом транспортной стратегии развития Российской Федерации, где в развитии велопешеходной инфраструктуры стоит впереди развития автомобильных по приоритетам и согласно правилам дорожного движения, даже участники отдают предпочтение первым пешеходам, потом уже инфраструктам, потом уже авторизованным средствам передвижениям. Развитие велосипедной инфраструктуры – также необходимый элемент повышения и невысокачества жизни в наших городах. И Минстроем и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации называют проект «Жилье и городская среда». И также микромобильность полноправно становится частью городской транспортной инфраструктуры. Сегодня эти средства выполняют не только спортивную или рекреационную, но и транспортную. В частности, я вам привожу данные, что они для нас кажутся фантастическими, что в городах Европы, таких как Митерланды, доля транспортных перемещений на средств инфраструктуры первой части инфраструктуры превышает 50%. В таких холодных городах и странах, как Финляндия, Финляндия, эта процедура мобильности доходит 10, 15 и даже 25% в городе Олум. И очень важно, что при обосновании необходимости развития велосипедной инфраструктуры мы все время опираемся на психологические данные. 70% россиян поддерживают тренд развития велосипедной инфраструктуры в своих городах. Я думаю, что в Кукмаре этот процент может быть 60, может быть даже больше, но средняя медиана у нас сохраняется практически для всех городов России и является единым. Это исследование проведено в Еливере Клак и в Еливере Клаке в 2021 году. И, как я уже говорил, в России тоже набирает индивидуальную мобильность пока передоставок. И 85% доставок на самокаты осуществляется транспортных целях. То есть люди катаются не для того, чтобы просто прокатиться, а для того, чтобы выполнить общественно-экономическую функцию. Очень мне хотелось бы рассказать об эффектах велосипедизации. В России эти данные, может быть, не такие точные и всеобъемлющие по большинству городов, в отличие от европейских, но тем не менее, те данные, которые мы сейчас имеем, и те данные, которые есть в других городах мира, они могут говорить об эффектах велосипедизации, если их клестрополировать с определенными коэффициентами на климат, на культуру, на среднегодовой доход. То все равно эти цифры впечатляют. Во-первых, эффект велосипедизации и индивидуальной мобильности однозначно имеет транспортную составляющую, снижаются пробки в городах. Для малых городов это не так актуально, но тем не менее, города наши растут, растет процент средств автомобильных техник, они требуют возвращения парковочных пространств, и в отличие от других, велосипеды здесь являются вне конкуренции. Социальные эффекты – это, конечно, снижение прямого ущерба от ДТП. Как ни странно, развитие велосипедной мобильности вызывает снижение скоростей в городах, снижает травматизм, в связи с тем, что участники дорожных движений более бережно начинают относиться друг к другу. И мы представим, на примере Альметьевска, что эффекты от ДТП спасли десятки жизней людей. Конечно, следует говорить о том, что ДТП – это прекрасный... У медиальной мобильности и аэропных нагрузок для профилактики ментальных заболеваний, такие как депрессия, как меропитизация, актуализация. И очень сейчас в тренде – это то, что велосипедизация приводит к развитию туризма, локального туризма. Количество велосипедистов, которые использовался этот вид транспорт, в познавательных целях растет. И вот эффект, например, фильма, который вышел недавно в России, это «Поехавшие», когда героинь фильма от Москвы, там, «Давернаска» до Байкала, он выдал взрывной рост увеличения людей велосипедными путешествиями. Мы в Казани это наблюдаем, как на примере большой количеств туристов из ближайших городов. Очень важное и я специально для Руссана Рудовича хочу сказать об экономических эффектах велосипедизации. Ну, хорошо, мы вам данные поведем. Ну, во-первых, да, снижаются расходы на строительство и содержание дорог. Уменьшается сопутствующий ущерб 3ДДП. Это то, о чем я говорил, лечение, реабилитация, потеря трудоспособности, расходы на расследование и цветные издержки. Повышается стоимость земли и жилья. Как правило, вот на основе европейских данных дома, которые имеют велопешеходную инфраструктуру, имеют средний стоимость домовки от 5 до 10% больше, чем их конкуренты, не обеспеченные этой инфраструктурой. Также принято экономистам считать, что люди, используя средства недельного мобильного, совершают чаще покупок и при том у местных производителей. То есть повышается покупательная способность горожан и доходы от местного ритейлера. И чтобы мои слова не были голословными, я хотел бы привести этот расчет социально-экономического эффекта, который был произведен в Дании, что на каждые 100 километров общество на велодвижении зарабатывает 16 евро, а на автомобиле оно теряет 15 евро. То есть разбить практически 31 евро в альтернативе, почему общество выигрывает от 100 километров передвижения в данной конкретной стране. Мы, конечно, можем сделать поправки на то, что покупательная способность евро и рубля другая, но сама методика подсчета этого эффекта, она дарит оптимизм на то, что это все можно применить и к городу Кукмар и к многим городам России. Конечно, инструментарий здесь нужно отрабатывать, но я думаю, что мы имеем всю возможность интерполировать эти данные, что пусть не 16 евро, пусть это будет по приоритету покупательной способности быть 5 евро, но мы можем выйти на положительные цифры, если их будем увеличивать на количество биоспетизированных граждан наших граждан. Ну, в общем, важно дать социальный средств того, как люди у нас относятся к данной мобильности. При всей нашей любви к автомобилям, мотоциклам, экзаменам, общественным транспортом, граждане говорят, что 56% из имеющихся в своей семье велосипед за то, чтобы было больше велодорожек. 31% голосуют за повышение безопасности дорожного движения. 20% из них хотят, чтобы появились удобные велостоянки. 14% голосуют за возможность провоза велосипеда в общественном транспорте. 10% горожан хотят появления велопроката. 6% больше веломастерских. При этом, что мы отводим цифры, что 6% больше половины жалуются, что едет некомфортно, небезопасно. Запустим инфраструктуры. То есть более половины горожан, в том числе и куклы, я думаю, будут голосовать за то, что в городе некомфортно. 7% горожан отметили необходимость, чтобы в их городах было больше велодорожек. И 61% станут или чаще, если при наличии инфраструктуры и возможности ее использовать в круглый год. А круглый год использовать можно, и мы это тоже будем индустрируем. А что же мешает чаще использовать средства для новостей города? Вот это тоже данные социологические исследования, которые красноречиво говорят, что у нас по дорогам едет опасность. То есть основная мотивация неиспользования средств для новостей это безопасность. 76% говорят, что это некомфортно. То есть это речь будет о неудобстве. Планируем, имеющейся инфраструктурой, дорожное покрытие. Оно некачественное, оно не позволяет комфортно ездить. Малое дело парковок, 56% респондентов отметили. Низкое качество дорожное покрытие, 48%. Холодный климат, всего лишь 25%. Другое, 7,2%. Препятствием являются улицы со значительным уклоном, то есть ее ехать в городок, это 6%. Ничто не мешает, отметили 5,8%. Нет велосипеда и возможностей от вареновки, 5,7%. Нет желания, 5,7%. Как видите, налицо те болевые точки, которые города должны решать для того, чтобы взять индивидуальную мобильность. Ну и, конечно, почему индивидуальная мобильность может быть достребована в нашем обществе. В малых городах, в больших городах, большинство транспортных перемещений совершается на расстоянии вдоль 5 километров, более 50%. Это варьируется цифра от миллионников до десяти тысячников. Может быть, она может составлять и 70%. Но если в самой кухне это транспортный протяженность 10 километров, то я думаю, что у вас 80% перемещений совершается на расстоянии до 8-10 километров. Соответственно, этот трафик может быть заменен на индивидуальную мобильность. И, что очень интересно, я думаю, что вы подвергте меня, что у вас в каждой семье есть велосипед. Есть, да? Да, практически 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 в России в семье есть велосипед. От родителей, от детей. Но процентов использования крайне низок. Вот в Казани 140 тысяч велосипедов было, в Казани. Я думаю, что сколько жителей Купы? Семнадцать тысяч, да? Ну, я думаю, что у вас тысяч десять километров точно есть. Ну, согласно российским статистикам. Вот, то есть, фактически средства передвижения есть. Инфраструктура, инфраструктура нет. Вопрос в том, как создать инфраструктуру и как возбудить желание ее использовать. И мы для этого, в общем-то, здесь и находимся. Ну, и, конечно, тренд на здоровый образ жизни. Вот мы в целом, мы очень тут не сидели, говорили о том, что действительно сейчас модно не пить, модно передвигаться. Люди насытились автоматизацией. Мы получили эффекты в виде излишнего веса, в виде больших процентов заболеваний, исследовательских действий, в виде изоляционных заболеваний. У нас создался вот это из-за гиподинамии, в общем-то, большое количество не только физических, но и ментальных изменений. И они очень легко разрешаются с помощью регулярной физической нагрузки. Ну, и еще, наверное, а, да, в следующий слайд уже будет часть Дарьи Чесноковой. Я убежден в том, что в российских городах нет кардинальных препятствий для развития договора. Вопрос только в том, чтобы как качественно эту политику реализовать. Политика непростая, потому что за те годы, когда у нас собрались определенные привычки с решением наших транспортных задач, с туристической задачи, когда мы вызываем такси, когда в каждой семье есть автомобиль, когда мы туризм воспринимаем чисто как пляж, шоппинговый, то привитие новой культуры требует больших усилий. И не просто усилий со стороны, например, белого сообщества или усилий со стороны власти. Это всегда комплексные усилия. Когда общество во всех ее трех секторах подключается, мы знаем примеры активного участия в создании культуры, индивидуальной мобильности и предпринимателей, которые видят в этом большой потенциал, потому что даже есть исследования, говорящие о том, что ученики и работники, приезжающие на работу на велосипеде на расстоянии от 8 километров, имеют правильность труда на 10% больше тех, кто приехал в результате, приезжают на автомобиле или общественном транспорте. Проиллюстрируют такой крылатой фразой. Я видел много людей, которые плачут о дорогих автомобилях, я видел много людей, которые плачут в автобусах, но я не видел ни одного человека, который плакал бы на велосипеде. Поэтому вот такой крылатой фразой я завершаю свое выступление и готов ответить на ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!